МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуй, любимая республика! Не успели оглянуться, а половина июня уже позади? Не спешите расстраиваться. Впереди еще множество возможностей для великих свершений. О них всегда с радостью информирует наша команда. В эфире информационно-развлекательный проект «Студия-11». И вот о чем мы поведаем в первой части нашей программы. Утомленные солнцем. Советы врача по сохранению здоровья. Финного горя на вкус. Готовим яркую запеканку. Дорога к Богу. Северин Арпа отправился в Великорецкий крестный ход. Диетолог перечислила разрушающие здоровье продукты. Их присутствие в рационе должно быть строго ограниченным, а в идеале они должны быть полностью исключены из него. В первую очередь, это энергетические и газированные напитки. Их опасность заключается в содержании большого количества вредных химических веществ, которые могут провоцировать появление различных нарушений в пищеварительной и сердечно-сосудистой системах. Следом идут полуфабрикаты. Продукты этой группы часто присутствуют в рационе россиян. Но диетолог констатировала, употреблять их можно максимум два раза в неделю. Вредная сторона этих продуктов – перенасыщение сахаром, солью, калориями. Их регулярное поедание грозит прибавкой в весе, нарушениями обмена веществ, депрессией и бессонницей. Соусы и заправки к салатам следует готовить самостоятельно. В готовых содержится слишком много сахара и искусственных добавок, способных разрушительно влиять на здоровье. Уважайте свой организм и насыщайте его различными полезностями. Ведь мы – это то, что мы едим. Как же порой приятно греться под лучами теплого солнышка. Но не стоит забывать, что и тут нас может поджидать опасность. Большой процент людей в летний период подвергается солнечным ударам. Как обезопасить себя от жаркого небесного друга, нам поведает наш гость. Врач-дерматовенеролог Юлия Лихачева. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала расскажите, пожалуйста, как понять, что человек получил солнечный удар. Какие первые признаки? Одними из признаков того, что человек получил солнечный удар, будут нарушения общего состояния человека. Он будет жаловаться на повышенную отомляемость, на слабость, на жажду. При более выраженных признаках будет нарушение работы сердечно-сосудистой системы, будет поверхностное дыхание, тахикардия. И в более тяжелых случаях это уже состояние сопровождается нарушением сознания. То есть, возможно, судороги, возможно, вхождение в человека в сопр и даже потеря сознания. Есть ли те, кто большему риску подвергнут? Большему риску, конечно, подвержены дети и пожилые пациенты. Силу возраста, да, потому что их адаптационные способности менее приспособлены, чем, например, у взрослых людей. Какие меры стоит предпринять, если получил человек солнечный удар уже? При получении солнечного удара необходимо человека перенести в место, защищённое от солнца, в тень. Если человек в сознании, необходимо дать ему питьё, обычную воду или минералку без газа. Также при перегреве следует освободить тело человека от одежды и по максимуму попробовать снизить температуру за счёт охлаждающих примочек, охлаждающих повязок. Какие меры стоит предпринять, чтобы всё-таки избежать этого солнечного удара? В жаркий день следует избегать выход на улицу в пик солнечной активности. И при необходимости не стоит выходить. Оптимальным временем для посещения улицы следует выбирать время до 11 часов дня и после 4 часов вечера. Также следует при нахождении на улице избегать прямых солнечных лучей и ходить преимущественно по теневой стороне. Одежду следует выбирать лёгкую, свободную. Также следует соблюдать питьевой режим. В рацион питания следует включать побольше свежих овощей и фруктов и также минимизировать тяжёлую жирную пищу белковую, ну и, конечно, алкоголь. Ну что же, спасибо большое, Юлия, за такую ценную информацию, особенно в летний период. Вам спасибо. А сейчас предлагаю мысленно переместиться на кухню и задать себе вопрос. Есть ли у вас желание попробовать что-то новое, что-то, безусловно, вкусное? Да ещё и с приправой из национального гастрономического компонента. Если на все вопросы вы ответили «да», тогда готовьтесь записывать яркий рецепт финно-угорской кухни. Сегодня мы будем с вами готовить очень простую, традиционную финскую запеканку. Это порккана латико, морковная запеканка. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 но ровно на один вечер, чтобы рано утром снова выйти в путь. Жительница Оптиной пустыни, тоже одного из известных святых мест России, Марина, впервые участвует в этом крестном ходе. Какой-то такой зов души, скорее всего. Какое-то такое прям, ну это необъяснимое чувство. Вот прям раз я решился, и все. Ну такое какое-то твердое решение у меня было. Я же понимаю, что это очень тяжелый такой труд подвижный, да, молитвенный, но я понимаю, что он того стоит. Интересно, что среди паломников много семей с детьми. И они ежегодно приезжают на Вятскую землю, чтобы совершить подвижнический труд. Марина Лоза принимает участие в крестном ходе уже шестой раз. Начала ходить с мамой и тетей. В этот раз планирует пройти весь путь. Всегда ходила три дня, а эти собираюсь сипеть. Мне очень нравится лес, как мы по лесу идем. По разным местам красивым. Елки, вот большие-большие деревья, много травы. Несмотря на усталость, стертые порой в кровь ноги и другие неудобства, на лицах многих паломников улыбка и светлые чувства на душе. Александр Рохлин, журналист, уже в девятый раз участвует в крестном ходе, причем не один, а с группой друзей из Москвы и Подмосковья. Что привлекает, это вот можно до вечера рассказывать, говорить. И самое потрясающее, что и не ответишь на этот вопрос. Может быть, самое общее, это какая-то вот то самое настоящее, что мы вкладываем в понятие благодати. Ты не понимаешь, тебе тяжело, тебе сложно, ты все время что-то отдаешь. Ты все время находишься вне так называемой зоны комфорта. Тебе даже плохо и больно. А тебя сюда все время тянет, потому что кроме вот этого ты переживаешь что-то настоящее. То, что, возможно, и называется вот эта жизнь в радости и в общении. Ты идешь к Господу Богу, за свидетелем Николаем, и ты действительно чувствуешь, что ты к Нему приближаешься в какие-то моменты. Это бесценно. Крестный ход – определенно испытание для каждого верующего человека. Именно здесь, находясь среди большого количества людей, ты удивительным образом можешь заглянуть внутрь себя и по-настоящему измениться, конечно же, в лучшую сторону. Насыщение интеллектуальной пищей было настолько плотным, что вам, уверенно, требуется небольшая передышка. Потому наша команда объявляет небольшой перерыв. Совсем скоро мы вернемся с новой порцией познавательных и интересных новостей. Не переключайтесь. И снова мы в эфире. Студия 11 рада делиться своими улыбками и привносить нотку счастья на ваши чудесные лица. Чем порадуем на этот раз, узнаем из анонса. Цвети и процветай. Чем лучше удобрить почву? Комино Красный. Республиканские издательства на главной площади страны. Берегись кровососов. Чем может быть опасен укус комара? Лето. Плодородная пора. Многие жители республики проводят свои выходные на даче, занимаясь любимыми грядками. Очень важно перед посевом правильно удобрить почву. Какие удобрения помогут в этом деле, узнаем в нашем следующем сюжете. Подкормка – это внесение удобрения под определенную культуру. Она бывает не корневая, а также корневая. То есть это вносится именно в почву, либо заделкой в почву. Очень много разных удобрений есть в жидкой форме, есть в твердой форме. Поэтому каждый для себя уже выбирает удобную ту форму, которую он будет носить на данном участке под конкретную культуру. После того, как вы высадили рассаду в грунт, нужно дать ей возможность прижиться. То есть должно пройти 2-3 недели. И потом уже лучше, конечно, вносить азотное удобрение для того, чтобы пошла масса и формировались правильно листья. А потом уже во вторую половину лета и в конце туда давать больше приоритет фосфонокалейным удобрениям. Также надо не забывать про микроэлементы, которые тоже входят в состав многих удобрений. При покупке стоит обращать внимание на состав, чтобы все необходимые элементы были в конкретном удобрении. Сейчас большое их разнообразие. Есть специализированные также для клубники, для картофеля, для различных цветов. Поэтому тут на каждый кошелек найдется, собственно, свое удобрение. Очень важно еще обращать внимание на кислотность почвы. Если почва кислая, необходимо вносить с осени доломитовую муку для того, чтобы растения себя лучше и комфортнее ощущали. Также можно использовать у себя на участке различные настойки травянистые. Также можно использовать помет, навоз, который мы разводим в ведре воды. И в жидком виде уже поливаем растения. И надо очень аккуратно по проекции поливать растения. Желательно не в самый центр, не возле стебля, а по периферии растения. У многих на дачах есть компостные ямы. И остатки еды, конечно, не все. Можно туда выбрасывать, допустим, кожуру банана, какие-то сорняки, допустим. Но не в период цветения, а именно до цветения. Потому что потом, собственно, семена, которые в период цветения образуются, можно разнести по всему огороду. Это тоже важный момент. Если не вносить удобрения на наши бедные почвы, мы не получим урожая. В жаркую погоду колебание артериального давления может наблюдаться как у гипертоников, так и у гипотоников. Самое главное в этот период – не допускать обезвоживания. Необходимо всегда иметь под рукой воду и не лениться ее пить, даже когда человек вроде бы не чувствует жажды. Дело в том, что она может быть запоздалой. Сначала мы вроде чувствуем себя неплохо, а потом возникают проблемы. Поэтому нужно просто пить воду на всякий случай. Но все же количество – индивидуально. Важно соблюдать норму употребления воды, которая составляет 30 мл на килограмм веса для женщин, а для мужчин доза чуть больше и равна 35 мл. Кто из нас не любит путешествовать? Открывать для себя новые горизонты, знакомиться с интересными людьми в процессе покорения мест, да и знаете, просто поменять пейзажи никогда не бывает лишним. К тому же из таких поездок мы всегда домой привозим теплые воспоминания, которые согревают нас в холодные времена. Этим летом бесплатно путешествовать по коме может молодежь нашей республики. Куда они смогут отправиться? Спросим у гостя нашей студии, начальника Центра молодежных проектов и программ Анастасии Костыревой. Анастасия, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом проекте. Молодежное путешествие по коме создан в рамках комплексного развития молодежной политики, в рамках всероссийской программы «Регион для молодых». И также является одним из ключевых событий «Года молодежи», который был анонсирован главой республики Коми Владимира Мойба в январе этого года. А сроки реализации когда будет проходить? Будет проходить с июня по сентябрь 2023 года. А кто сможет стать участником большой или конкурсный отбор? Поскольку это все-таки молодежное путешествие, то у нас есть возрастной ценз. Участниками проекта смогут стать жители республики Коми в возрасте от 18 до 35 лет исключительно. Ну и, соответственно, мы хотим, чтобы это были люди с активной гражданской позицией, готовые популяризировать туризм республики Коми. Для этого они должны будут выложить в социальной сети ВКонтакте два-три поста с фото и видеоматериалами о путешествии под хэштегом «Путешествие11». А что нужно сделать для того, чтобы стать участником этой программы? Для этого нужно зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» и пройти небольшой конкурсный отбор. Все ссылки на регистрацию публикуются в группе ВКонтакте Комитета по молодежной политике Республики Коми и также группе «Молодежь Коми». А какие места будут для того, чтобы отправиться туда? Места разные. Первый тур у нас стартует буквально на днях с 20 по 26 июня. Он будет проходить, и это будет сплав по реке Печора. В июле мы отправим ребят на праздник Уст-Цилимская горка. Также они смогут посетить горы Народная и Монорага. В августе планируется тур в Приполярие, Печоро-Иллический заповедник и так далее. Всего будет порядка 8 маршрутов разнообразных. Мы желаем поспешить дорогим зрителям, которых наверняка заинтересовала эта новость, поскольку изведывать и путешествовать – это всегда нечто невероятно интересное. А вам, Анастасия, спасибо большое за то, что поделились такой интересной информацией. Спасибо. Сильный ливень и пронизывающий ветер, но погода нисколько не испортила настроение. Именно так наша Алена описала свою командировку в столицу России на самое большое литературное событие года – книжный фестиваль «Красная площадь». Издательства Республики Коми уже в седьмой раз радовали столичного читателя и гостей столицы своими новинками и бестселлерами. Подробнее в нашем следующем материале. Фестиваль «Красная площадь» завершился почти 10 дней назад, а приятное послевкусие до сих пор радует всех почитателей книжной культуры. О встрече в июне следующего года мечтают, наверное, многие. Вот и книга с вполне себе девичьим именем Даша покинула самый центр столицы в предвкушении новой поездки. Эта новинка коми-типографии говорят, что благодаря своей интересной идее разлетаются экземпляры издания, как горячие пирожки. «Наша, конечно, девочка Даша, которая меняет костюмы, пока ее читаешь, она успевает поменять. Очень много нарядов. Это уникальное издание, потому что это книжка-конструктор, написанная Анастасией Сугоевой, нашим замечательным автором». Детские книги вообще пользуются большой популярностью. Сказки «Северных ветров» берут чаще всего. Твердый переплет, яркая полиграфия и доступная цена просто не дают шанса пройти мимо, особенно тем, кто так или иначе связан с коми. Вот и Ирина Косолапова, несмотря на то, что уже почти полвека живет в столице России, про родной край не забывает. «У меня три внучки и два внука. Поэтому им это очень интересно. Когда я сегодня шла на эту программу, у меня старший внук говорит, бабушка, обязательно что-нибудь купи? Я говорю, конечно, обязательно принесу. У них очень много книжек про Север, они знают все». Удивили публику и виртуальной реальностью. Картинки многих книг буквально оживают, если навести на них камеру смартфона. Но восхищал столичного зрителя не только взгляд в будущее. Традиционную культуру коми продемонстрировали артисты Национально-драматического театра Республики и студенты колледжа культуры имени Чистолева. Еще больше о главном литературном событии года смотрите в специальном репортаже «Коми на Красной площади». Здесь сегодня в 20.00 на Юргане и завтра в 17.45 на ОТР. Ох уж эти комары! Укусы насекомых в основном могут вызывать аллергические реакции на слюну и то, что в ней содержится. Но есть и куда более опасные последствия. Например, малярия. Самое известное заболевание, которое переносят комары. Если аллергическая реакция достаточно сильная или укусы множественные, то можно получить достаточно сильный отек и реакцию, которая потребует принятия антигистаминных средств. В случае сильной аллергической реакции следует обратиться к врачу-аллергологу. При появлении кожных высыпаний после укуса – к дерматологу. А при неврологических симптомах – к врачу-неврологу. При повышении температуры тела и признаках лихорадки обратитесь к врачу-терапевту. В случае необходимости он направит вас к более узким специалистам. На этом наша программа подходит к концу. Помните, именно вы создаете свое настроение. Улыбайтесь миру, и он улыбнется вам. В эфире была информационно-развлекательная программа «Студия 11». Пока-пока!